очаков тв представляет добрый вечер здравствуйте как у вас дела хорошо хорошо спасибо как у вас у нас тоже неплохо выезд вы в тайге что вам нет почему в тайге но вы где-то на вахте сто процентов ну да на вахте да ну вот видите вы как-то с нефтью связанного нет нет с лесом а с лесом а где в каком вы районе в южной удмуртии в южной удмуртии ничего ся вы сами откуда сами с кубани вы лесоруб да ну да вы когда рука с лесорубов то толком там сейчас уже все техника то обновилась вы когда рубите но так дали на рубль и когда рубите лес щепки летят или нет нет конечно ну как щепки то по-любому летят только дубят бензопилы а нет а вы бензопилой пилите да ну конечно сейчас техника то уже выросла а то есть вы не такой пила дружба 2 да вот так вот уже так вы не пилите нет я пилу дружбу 2 помню но такое уже нет то пришло на бензо у вас электрическая пила настоящая прямо дата к луч бензопила не электрическая на бензине работает а я имею ввиду да 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 классно ну такими такими же пилами давно не пользуются и сколько вы зарабатываете вот за такую работу ну смотря по ну она всегда по-разному от вздельщины мы работаем но вот сколько леса вот и до сколько у вас выходит в месяц ну в среднем от и до блин я даже сейчас не могу сказать но например там он убывает ровно тысяч до 100 тысяч в месяц да нет 20000 это вообще даже и работать никто не хорошо от 30000 до 80 лет сейчас я вам скажу ну самое молод мало что я получал это был плохой месяц это 45 а самая большая что вы самый хороший 250 за месяц ну да чего себе так вы этот таежный олигарх да да нет почему олигарх я беру можно из 50000 получить но вы работаете коррами нас месяцев в году или вы домой едете через нет вахты мы работаем три месяца там три месяца дома а то есть вы работаете полгода грубо говоря нет наоборот три месяца я работаю три месяца я не работаю а ну в год до полгода я работаю до полгода и если средняя ваша зарплата около 90 тысяч то за за полку нет я же говорю можно получить 50 тысяч можно получить 250 тут как бы не угадаешь я говорю 250 заказчик но просто вы искали минимальную и максимальную если я сейчас вывел серединочку а ну среднюю ну как бы до тысяч около ста и с учетом того что это получается на полгода то есть тысяч около 50 вы получаете если на год раскидать нет мы дома если сидим вот там тоже это оплачивается сколько вам дома платье 40 ничего себе вы хорошо устроились ну как бы не жалуюсь да просто уже несколько мест работы поменял поэтому тут устроился и как бы ну помогли то есть у вас среди просто получается 1070 с учетом того что вы думаете да да ну прикольно это c 1000 долларов все-таки это очень много для россии ну как бы да хорошо а вы поехали туда за туманом или за запахом тайги вообще вот лесорубом стали смысл за туманом или запахом тайги это как понять ну а зачем зачем или вы за длинным рублем поехали зачем вы поехали лесорубом собственно я бы еще за заработком а вы за деньгами поехали конечно а зачем еще внешне у меня семья дети их лишь надо поднять одеть а будь не я думал вы из романтических каких-то побуждений знаете дорогие нас какие романтические побуждения ну да да согласен за романтикой гонится в других странах только не у нас а почему почему в россии не боится за рома я российская душа это же как бы притча во языцах лет я нихуя не понял то что вы сказали насчет романтической души какая тут романтика не но смотрите у вас вот увы вы духовно скрепный человек или нет чего вы не говорите есть я вас не понимаю ну смотрите вот ты человек сам за разгар поэтому я не хочу сильно матерения не надо материться давайте без мата обойдемся смотрите вы являетесь духовно скрепный рау или нет как понять это так вы знаете у меня до сих пор у самого это загадка но когда ваш этот самый отец звездок как у нас за гундяев знаете кто гундяев кто гундяев знаете кто это нет но он патриарх всея руси патриарх без по него фамилия гундяев кликуха гундяй или отец звездоне его еще называют нет не знаю таких а то есть вы не да и путин говорит путин сказал что я вынужден констатировать что у нас на у нас нашей стране не хватает духовных скреп это путин сказал я до сих пор не могу выяснить у россиян что такое духовные скрепы поэтому я вас спросил вы являетесь духовно скрепным или нет да не знаю такой хуйни простите за выражение без мата но тут я по-другому сказать не мог это вы так кстати назвали слова путина это путина слова вы сейчас его так назвали да вообще бог вы не боитесь опять же эти 1 0 а чё боясь чему брать и фсб блин ну и что вы смотрите вы что вы пилите это бензопилой сосну но и тут сзади два чувака такие штатском в галстучках раз в мешок на голову и увезли в подвал фсб вы не боитесь этого а успеют а ну да если вы повернетесь с пилой то они не успеют не ну так подождите я они же специальные специально обученные люди они очень быстрые такие знаете ну что будет то будет я но если я не знаю ты всей хрени о чем сейчас спрашивали что сказать да я такой или что если я не знаю о чем вы говорите поэтому как бы я этого и не слышал ни хрена я понял я понял слушать а вы слышали что россия захватила украинский крым или тоже мимо вас прошло вы в тайге были в это время нет слышал но как бы тут два двухсторонняя ситуация а в чем 2 стужина захватила оккупировали первая сторона что россия оккупировала убивают украинцев это одна сторона а вторая выскали двухсторонняя ситуация какая вторая сторона ну а то что нет я им насчет того что крым сам присоединился к россии а если бы часть россии взяла бы сама присоединилась к другой стране как вы думаете от это отреагировала бы власть российская разрешила это или нет нормально бы она а скалну это часть страны нет проблем пускай уходит так бы были не знаю не знаете почему у вас это не интересует потому что это политик я в политику не лезу как почему а что я смогу изменить обычно работяга что я смогу изменить если я даже в углублюсь в эту политику но я ничего что не смогу сделать а почему это сам будет единилась власть принадлежит народу это же в конституции написано ну то что написано на заболе тоже написано а там дрова лежат как бы то есть власть власть чихала на вас она вас подмяло под себя я правильно понимаю не то что подмяло просто мы ничего не сможем сделать у нас один ставил я приведу пример армии вот когда да вот духе и дембеля правильно вот вы служили шва вот есть дух есть дембель и вот когда дух подбивает всех давай то что у нас больше там дембелей там 5 15 человек она 40 и все один вышел получил пиздюлей и все остальные замолчали также и тут будет это все также я уверен и у вас это будет все я не грим на за россию за каждую страну как понять будет мы же говорим о существующих вещах в россии я согласен ну вот народ верить вы понять что вы признаете свое раболепие выказываете его вы признали что вы раб раболепие это что-то раболепие ну что вы раб что вы холоп власть нет я не рад почему как но если вы если вы боитесь если вы боитесь открыть рот против власти боитесь свободы которые конституции вам даны осуществить это раз не называется рабство ну крылью вот что вот вы открыли рот ну что она помогло насчет крыма даже этого взять давайте а что я вам расскажу значит когда украинцы открыли рот они во-первых свергнули вот этого воровитого диктатора выкинула чем нет не порошенко януковича который убежал к вам тут же под крышу ну которого потом судили если я не ошибаюсь ему 13 лет дали заочно вот вообще во втором сейчас в украине свободы появились свобода слова вы будете смеяться люди имеют право выйти перед офисом президента проводить митингом их никто не тащит в каталажку и дубинками не бьет и по асфальту не тягает за волосы представьте так возможно а при порошенко что было при порошенко то же самое свобода слова и порошенко не использовал вон свое служебное положение президента для того чтобы фальсифицировать как у вас выборы а он сказал как народ проголосует так и будет и вот его не выбрали выбрали другого хотя вы же понимаете он бы мог многое сделать для того чтобы фальсифицировать выборы как у вас делается это уже много выбрали кого выбрали кого выбрали зеленского выбрали а кто он зеленский зеленским это президент украины сейчас это сейчас а до этого кем он был комик а до комик к венчик артист ну и кого вы выбрали да я же не говорю не говорю что это был правильный выбор или неправильный я говорю о том что это был свободный выбор понимаете вот кого кого большинство захотела людей выбрать они того и выбрали а сейчас осталось ему два года даже меньше да не понравится он переизберут другого понимаете а у вас ну а другой кто придет что изменится в украине больше 40 вода сло подойдет в украине больше 40 миллионов людей неужели вы думаете на 40 чем-то миллионов или у вас на 140 не найдется один человек который лучше сегодняшнего президента как вы думаете нет я не говорю да я сомневаюсь а вы сомневаетесь что путина кто-то может заменить да и я насчет вашего насчет вашего вы не сомневаетесь ну найдется да ну так почему лучше почему же ему не дают найтись так потому что еще наверно не нашелся а то есть 21 год он не нашелся а потом еще вдруг найдется да вдруг как-то резко ну может быть она уже ваша власть фальсифицирует путинка не бессмертный он же не этот не думал маклайд поверьте мне при современной медицине он блин и и вас еще может пережить поверьте мне вы то вы то блин ходите под сосными падающими там а он блин в бункере в своем сидит пережидает эпидемию к вида блин да не сюда чудо или нет да но что что дали так что да или не хочу что чушь чушь насчет этой эпидемии все хорошо ладно причиняюсь не дни при эпидемии сейчас вам говорил я говорил о том что ваш мой задел по ваш президент вас может пережить при современной медицинском службе которую ему на нет нет почему вы думаете что он не переживает ну потому что не верю эту в эту ересь ересь я понял как бы тут тут наше мнение разошлись да 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 я против да то есть взять все и поделить насчет чего что это я так к слову к слову к слову как бы хуево вы сказали как бы насчет этого к слову что к слову это я чисто одну просит вам оба позор собой да сам собой да чушь нести когда я понял я понял ладно товарищ лесоруб давайте кормите семью семью кормить надо тут вы правы а ну прервался это это не я его переключил но в принципе все что я хотел у него узнать я узнал так что ничего не потеряли мы и и и Субтитры сделал DimaTorzok